Добрый вечер, друзья! Сейчас будем закрывать компот из абрикоса. Знаете, повезло. Наверное, мне нужен ножичек. Секундочку. Мы собирались ехать к сестре по абрикосу. Она говорила, там у её свекорухи есть. Ну, как бы, ну так, просто поговорили и всё. Сейчас у нас уборка и сильно никуда не поездишь. И тут мы с поля ехали и нашли дерево абрикос. Облепленное. Облепленное. И такая хорошая абрикоса вот как бы отваливается, как правильно сказать. Короче, выпадает косточка. И, конечно, можно абрикос закрыть и с косточкой, но так как вода ещё греется много времени, то буду закрывать без косточки. Это вот сестра недавно закрывала. Без косточки. Я думаю, вообще-то правильно так, как бы, лучше прогреется, ну, лучше прогреется дольки абрикосовые и, как бы, компот за него можно будет не переживать. Это, извиняюсь, это самый лёгкий способ закрывания компотов. любые ягоды, любые фрукты, ну, если, конечно, крупные, то кусочками или дольками. Не нужно по 10 раз заливать, не нужно как бы варить ягоды, а такой быстрый-быстрый компот. Просто простерилизовали банки и всё. Как бы, компот готов, да? Быстро. Ну, я имею в виду, положили ягоды в банку сахара. Я вот специально взял вот гранёный стакан. Это, знаете, и ним никто не пользуется. Вот как раз он нужен. Он 250 грамм. Очень неудобно всё отмерять. И вот как раз компоты много кто кладёт стакан сахара. Кто-то любит очень сладкий компот. Кладёт два стакана. Я кладу, как говорят, помарусил поясок, да? Или как там говорят правильно. Знаете, мне часто пишут, что когда, ну, вот, когда закрываю компоты, я много раз показывал себя на канале. Это вам такой не ролик, рецепт. Это просто с вами поговорить. И как бы, пока я делаю закрывашку. И это. Много раз говорили, какой смысл его закрывать, этот компот. Можно зимой сварить. Я не люблю вареные компоты. Вот я их и летом не пью. Как бы сейчас жара, да? Как бы сварить в холодильнике, пить. Мы их не пьём. Мы не любим зимой вареный компот из ягод, из мороженых. Ну, кто много говорит. А вот консервированный компот, это совсем не тот компот, как только свежесваренный. Вот обожаю консервированный за компот. А свежий не люблю. Вот мы закрываем в трёхлитровых банках. Вот я специально поставил вот вишни, которые мне сестра нарвала. Закрыли 16 банок. Тоже, точно так же, как и вот сейчас абрикосы. Просто кладём всё в банку. Насыпаем, ну, я насыпаю неполный стакан сахара. И чайную ложечку без горки, можно даже чуть меньше, лимонной кислоты. Всё, заливаем кипяток и готово. Ну, вот так. Мы сегодня весь день в поле. Завтра мы опять будем весь день в поле. Поэтому, как бы, увидев сегодня абрикосы, я звоню Светлане Николаевне, говорю, надо срочно намыть банки. Она говорит, давай завтра. Говорю, завтра не получится. Завтра у нас просто сумасшедший день по поводу, как бы, планов на день по поводу поездки по кабинетам. Короче, я вообще не знаю, как мы завтра успеем это всё сделать за один день. Но, надеюсь, что у нас всё получится. Вот столько ягод. Ну, не знаю, может, полкило где-то на трехлитровую банку. А там, как любите. Абрикоски, компот из абрикос очень вкусный, так что можно даже полную банку накладывать, если вы любите именно ягоды. Вот так. Мы, короче, ой, боже. Мы, короче, сегодня начали косить, обкашивать поле. Это всё останется мне для животных кормить. Ну, как бы сложили, да. Мы уже косили немножко и сегодня обкосили те два участка, которые собираемся сдавать. Потому что по краю пырей полез в этот, ну, как бы от посадки. От посадки, от дороги, трава, там, всё такое. И, чтобы оно не испортило как бы зачёт зерна, как бы качество, чтобы классность не испортить, мы его решили обкосить. Потому что испортится классность, мы просто потеряем, потеряем деньги. А так, как бы обкосили себе на корм и будет ещё и, как бы, качество зерна лучше. И по деньгам будет то же самое, что если бы не обкашивали и больший объём сдали на те самые деньги. А так, будет мне для животных. Ну, как бы, исходим из того, что имеем по ситуации. И знаете, это какой-то, я не знаю, как это объяснить, но мы могли скосить вчера, но я не хотел, потому что я не знал, что и куда сдавать. И, ну, как бы, косили у других людей. И вот сегодня мы выехали в поле обкосить и так получилось, что этот помощничек мой идёт, что позвонили с элеватора, ну, вот с нашего здесь местного, и я вам уже говорил, что они не принимают без НДС, а тут позвонили и сказали, что теперь принимают. Мы, короче, очень довольны, что теперь никуда далеко везти не надо. Ну, как бы, соответственно, и стоимость доставки зерна к элеватору, к точке покупателя уменьшилась, и это круто. Это круто. Ты же кормить его. Вала. Нет, не надо крышечку, она выпарена, нельзя. Нет, нельзя крышечку. Дай, я не знаю, Вон, вон банка. Вон, тебе дай. Мама даст другую. Не расстраивайся, уже 9 часов, он уже спать хочет. Всё, мама дала? Так что, вот такие у нас новости на сегодня на сегодня. И вот такие вот дела. Марина, а ты там что-то в поле снимала? Да, сейчас. Будет в ролике, да? Ну, кому интересно, посмотрите, Марина, в ролике, как мы были в поле. А ещё там она мне таких наснимала, этих тиктоков с матюками. Ну, мы не матюкались, это подставленный голос. Не наш. Не наш, но оно так смешно подходит. Так что, ещё заходите в тикток, посмотрите. Ну, как бы, тикток матюки пропускает, так что, всё нормально. Да? Мам, мам, кися, селя. Мяу, кися, да? Так что, вот так. Я сейчас одна кастрюля на том дворе от 12 ветров, сейчас 4 банки закатаю быстренько, а потом это, пойду управляться, а они поставлю новую воду, а она ещё нагреется. Я пока полчасика поуправляюсь. Наверное, вот так даже лучше будет половинками, потому что, если тут какой-то червячок будет, а бывает в абрикосы тоже залазит червячок, то его будет видно, да? Что, пульт не работает, да? Не работает? А что, ты его картошку будешь давать? Вот так. Так что, вот такие вот дела. Сейчас водичка закипит. Светлана Николаевна намыла 16 банок, но одну уронила, банка упала, покатилась и разбилась. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудку дочит. И, короче, 15 банок. Ещё и две из них не трёхлитровые, а двухлитровые, так что, ну, как бы, сколько будет. Я сейчас, что ты смеёшься? Я сейчас посмотрю, как оно будет по банкам. Сначала вот так плюс-минус накладу поровну, а потом, если... нет. Сейчас будет вся кухня в сахар. Лучше занимайся с ним где-то там. А что занимается? Нам лишь тут надо покушать. Ага. Что? Что там? Это сахар. Ага. Вот так. Много кто пишет, что добавляет мяту, лимон, ну, как бы, делают мохито там или спрайт, как оно называется. Мне нравится вот такой, как бы, я, знаете, одно время даже в комментариях там отвечал, что надо попробовать... Ай! Не рассыпай сахар! Надо попробовать, но, знаете, вот так оно... Времени сейчас нету, и оно вот так спонтанно появилось у нас, эти абрикосы, что где-то мяту искать, как бы, не хочу заморачиваться. Абрикосовый компот и так очень, очень вкусный. То есть, вот это сливовый абрикосовый, мне кажется, они два самых вкусных компота. Вот так. А прошлогодний компот сливовый мы весь выпили. А еще был клубничный, а в этом году клубничного нету. Но оно, знаете, мне кажется, даже правильно, когда из года в год не рассыпай, немножечко чередовать, потому что, ну, как бы, приедаются вкусы, а когда что-то новенькое, то нормально. из ягоды, из вишни, закрыли, 16 банок, ну, и сейчас 15 банок из абрикоса, а потом еще и сливы тоже банок 15. Ну, получится около 45 банок. Кто думает, что это много, это на самом деле немного. Бывают такие периоды, когда каждый день по банке достаешь, достаешь дней 5 подряд. Ну, и как бы, и все, и компот заканчивается на этом. Вот так. Да? Помощничек. Что ты там ковыряешься в сахаре? Опачки. Вот так. Да? Назад высыпаешь? Ой, сейчас на голову себе высыпет или за пазуху. Да, то что, вот такие вот дела. Все, друзья, пока вода закипела, а вода уже закипела, вот так, чуточку, неполный стакан на 3-литровую баночку. Не знаю, по весу, грамм 150, может, 180. Это не принципиально. Компотик будет такой кисловатый. Мне нравится. Холодненький. Красота. Вот так. Вот так. Очень быстро. Я не знаю, это... Ой, есть ли это... Еще 2-литровые? Их... Вот так прям половиночку. И то, наверное, много сахнул. Вот так. Опачки. Опачки. Все. Разбираем. Лимонной кислоты. Вот. Вот. Что-то. Давай. Раз. Вот так. Я не знаю, как вам показать. Вот так, без верха. Ну, прям... И при том, ложечка маленькая, прям игрушечная. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Наверное, много в беке травы высыпнул. Будет кислый компот. Но это вкусно. Вот так. Ну и все. Крючек. Он уже, конечно, староватый. Но хороший. Вот так. Все. Теперь банки простерилизованы. Так что наливать не боимся. Лопнуть не должны. Доливаем до полного. И закатываем. Знаете, очень доволен, что решил вытянуть косточки. Потому что нашел в трех абрикосинах червяка. Это ужасно. Это ужасно. Так что только без косточки. Только без косточки. Красота. Вот так. Сейчас 5 минут. И вот мы можем уходить. Все. Баночка закрыта. Видите, сахар, лимонная кислота. Ну вот так можно тряснуть разок. Перевернуть. Укутать до полного остывания. Завтра отнести в поглядь. Не переживайте. Не помутнеет. Не вздуется. Не взорвется. Хранить можно даже дома. Ну вот так. Пока разделял абрикосы. Еще и посидел. Немножко отдохнул. Вот такие дела. Получается очень красиво. Вот такая вот красота. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока.